Народный праздник Рыба, мясо, молоко, мед Достижения в сельском хозяйстве участники выставки из Ленинградской области представляли красиво и со вкусом Испока Дальняя Поляна, племенной завод наш существует довольно давно, 60 лет Хозяйство славится, основные его производственные показатели это высокий выход телят на 100 коров Это 92 теленка, самый лучший в области, то есть вот этим славен наш племенной завод Испока Дальняя Поляна, довольно высокий надой, второе место в области мы занимаем 7,860 надоели мы на фуражную корову в прошлом году Для альшинской породы это довольно высокий показатель Мы печем хлеба ржаные, ржанопшедничные, зерновые хлеба Хлеба из нескольких видов теста, мелковстучные изделия, кондитерские изделия Мы приготовляем свои продукции без консервантов Мы участвуем уже не первый год, вот лично я уже 8 год подряд участвуем в этом конкурсе Здесь общение, знакомство, люди приходят знакомиться с нами в продукции И потом узнают, где их можно приобрести, какие-то заключить сделки, чтобы куда-то поставлять еще В мероприятиях крупнейшей в России выставки предприятий малых форм хозяйствования Было задействовано свыше тысячи участников из 49 регионов России и 18 стран Новым участником проекта стала коллективная экспозиция китайских производителей Компания «Маяна» уже второй год официально работает на российском рынке Его чай явно заинтересовал потенциальных клиентов Мы решили участвовать в этой выставке, потому что нас очень поддерживали китайские правительства Очень пригласили нам, чтобы показать свои хорошие продукции для санкт-петербургских народов И чтобы здесь многих потенциальных наших дилеров и партнеров нашли здесь, а не ездили в Китай Хорошо идет по продаже на российский рынок Это молочный улон, молочный тигуанин и много вкусных фруктовых, вкусных чая На соседнем стенде китайцы представили ягоды гаучи, очень похожие на изюм, только красного цвета Они растут в Тибете и полезны для здоровья Это как лекарство, но не только лекарство, это очень много витаминов внутри Это немножко сладкие, но тоже очень вкусно На выставку прибыли 14 тысяч специалистов сельскохозяйственной отрасли Для них была организована масштабная деловая программа Всего около 30 мероприятий Круглые столы, конференции, форум молодежи аграрных вузов, встречи на высшем уровне Работал Центр деловых контактов, где участники и посетители провели 190 встреч с участием российских и иностранных компаний Высокопоставленные гости выставки не только сделали обход стендов, но и расставили акценты развития отрасли Так заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков на пленарном заседании рассказал о приоритетах федеральных властей В соответствии с решением госсовета по устойчивому развитию сельских территорий Министерством сельского хозяйства готовится стратегия Белогосрочная стратегия устойчивого развития сельских территорий 2030 года Нам предстоит вместе с нашими коллегами из Министерства образования, здравоохранения, культуры и других ведомств Вместе с органами управления АПК мы получили уже материал из 74 регионов Российской Федерации Нарисовать образ нашей деревни к 2030 году и те меры, которые необходимы, чтобы этот образ стал реальностью Тем временем в рамках выставки на улице работала уже давно полюбившаяся горожанам ярмарка Привлек внимание посетителей рыбный рынок Свою продукцию здесь представило 21 хозяйство из 8 регионов Ленинградской области и Петербурга На ферме домашних животных можно было погладить прирученного кролика Покататься на лошадке или верблюде, увидеть деревенскую корову, покормить птиц или договориться о покупке На ярмарке можно было попробовать мед, отовариться, потанцевать вместе с музыкальными коллективами Разнообразная конкурсная программа позволила определить и лучший балкон, и лучшие садовые участки 176 проектов и образцов продукции были признаны лучшими в конкурсе по отраслям сельского хозяйства и пищевой индустрии «Золотая медаль» Награждены участники традиционного конкурса для компаний-производителей «Можно покупать» Как говорят победители, такое признание товаров обеспечивает их фирме развитие и расширение клиентской базы Спасибо большое Мы всегда занимаем первые места, на этой выставке можно покупать Уже много лет она пользуется успехом, наша продукция, поэтому участвуем постоянно в этой выставке Можно покупать, и не только в ней, золотая медаль, например, «Агрорусь» День садовода в рамках выставки впервые проводился как городской праздник, законодательно утвержденный депутатами Петербурга Красивые цветы, популярные саженцы и полезные рассады на прилавках богатства Ленинградской области посетители раскупали с удовольствием А День Ленинградской области и Санкт-Петербурга впервые проходил совместно Дату назначили на 28 августа, субъекты вместе провели мероприятия и встречи Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осветил ближайшие планы региональных властей в связи с введением санкций Поэтому первое, что мы должны делать совместно с Санкт-Петербургом, это реализовать проект, о котором мы совместно говорили еще два года Это создание современного оптового рынка на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области Такие образцы рынков есть и во Франции, и в Польше, когда рынок работает в основном с 12 ночи до 6 утра Основная задача этого рынка принять от любого поставщика, начиная от мелко оптового, заканчивая крупную продукцию Подработать ее, запаковать и затем уже передать сетевикам для продажи Если мы этого не сделаем, мы никогда не решим проблему, а, мелких наших поставщиков, включая садоводов и фермеров И, б, не будем иметь широкий ассортимент продукции при действии тех санкций, которые сегодня у нас есть Всего выставку «Аграрусь» посетило около 117 тысяч человек Организаторы уверены, что число заинтересованных участников и покупателей с каждым годом будет только увеличиваться Экономерные изменения связаны только с развитием, то есть с ростом выставки и расширением представительства на этой выставке Она начиналась когда-то как российский фермер, соответственно, стала называться «Аграрусь» Это мероприятие, которое имеет уже на сегодняшний день всероссийский статус в части малых форм хозяйственных Кооператоры, садоводы, фермеры и так далее А второе, это то, что, конечно, за все эти годы количество участников выросло практически вдвое И, несмотря на то, что в этом году нас погода сильно подвела Но, тем не менее, под параллельным дождем все равно жители Петербурга или на области верные традиции приходили сюда А я знаю, что у многих фермеров уже закончилась продукция и многие довозили сюда А это значит, что и участники Международной агропромышленной выставки-ярмарки оправдали поездку И посетители получили то, за чем пришли